Антонина Порох живет в этом доме больше 40 лет и теперь переживает, что после санитарной вырубки совсем не останется деревьев, в тени которых спасались летом взрослые и дети. 45 лет мы здесь живем в этом доме и сами эти деревья сажали. Нам жалко, потому что я вот допустим на четвертом этаже, она на третьем этаже. Они полностью взяли, срубили, срезали и все. Дерево одно растет, оно 20 лет растет, а спилить в одну секунду взяли и спилили. У специалистов ТОО «Байтирек» своя правда. Подрезкой и рубкой сухих и больных деревьев они занимаются по заявкам, которые подали в Инбекшинский Акимат домком и домов нефтеразведки. У нас единственное разрешение с Инбекшинским Акиматом, договор у нас заключен, на вырубку сухих и аварийных деревьев. Вот в данном случае мы приехали по заявлению вот этого участка, этого дома и производим вырубку именно сухих и аварийных деревьев. В данном случае вот вы видите сухое дерево, вот аварийное висячее дерево. Поэтому у нас такая задача – произвести вырубку, санитарную обрезку. Сотрудники Акимата сообщили, что подрезка каждого дерева производится по согласованию с домкомами. Если какое-то дерево необходимо жильцам, то его рубить не будут. Кроме того, большое внимание будет уделено придомовой территории многоэтажных домов. Специалисты отдела по работе с населением Инбекшинского Акимата сообщили, что в будущем году в микрорайоне планируется строительство детской и спортивной площадок, а также ремонт дорог и установка урн и скамеек.